Если вы создаете напряжение либо в своем теле, либо в уме, вы становитесь врагом сами себе. Вы просто медленно работаете себе во вред. И это касается не только физического здоровья, но и многих других аспектов, понимаете? Вы обратите собственную жизненную энергию против самих себя. Сегодня мы хорошо знаем, что люди, которые испытывают чрезмерное напряжение, определенно навлекают на себя различные болезни. В этом нет никаких сомнений. С медицинской точки зрения это доказанный факт. Не так ли? Но происходит гораздо больше, чем это. Вы не только привлекаете к себе определенное состояние здоровья или нездоровья, вы навлекаете на себя целый ряд определенных проблем. Потому что в зависимости от того, какие вибрации исходят от вас, соответственно, такие ситуации, таких людей, такие конечные результаты своей жизни, вы к себе притягиваете. Мы говорим не только о том, как победить стресс, или как стать более умиротворенным. Если вы желаете создать свою жизнь такой, какой вы хотите, вам нужно овладеть определенными базовыми вещами, иначе вы заставляете свою энергию работать против вас самих. И это не когда я сказал, что это грозный враг. Сам источник творения находится здесь. И лучше, чтобы этот источник работал на вас, а не против вас, не так ли? Да или нет? Такая мощная вещь, она всегда должна работать на вас. Если она будет работать против вас, вам конец. Говорю вам, в этом случае никто не сможет вас спасти. Если сам источник творения внутри вас начнет действовать против вас, ничто в этом мире не спасет вас. Поэтому очень важно. Дело не только в том, чтобы просто стать немного более свободным от стресса, стать спокойным, счастливым. Дело не в этом. Чтобы создать жизнь такой, какой вы хотите, очень важно, чтобы вы максимально заботились, прежде всего, о своем теле, затем об уме, затем об энергии. Это должно стать для вас так же важно, как зарабатывать деньги, создавать семью и прочее. Потому что даже имея все эти вещи, вы все равно можете быть несчастны. Не только вы сами. Вы можете делать несчастными и всех вокруг вас. Не потому, что вы хороший или плохой. Просто потому, что вы не знаете, как устроена жизнь. Люди причиняют друг другу боль не потому, что они хорошие или плохие. Просто они не знают, как на самом деле устроена жизнь. Не так ли? Да? Когда одного человека начали прибивать к кресту, считается, что он сказал, они не ведают, что творят. Все, что он сказал, единственная проблема в невежестве. Не так ли? Не в том, что они злые. Не в том, что они какие-то агенты дьявола. Единственная проблема — это невежество. Они не ведают, что творят. В этом вся проблема. Не так ли? Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok